В Ледовом дворце открылась выставка «Территория Арктики». Участники муниципального образования, крупные российские и зарубежные компании, высшие учебные заведения и туристические центры. В рамках выставки состоятся мастер-классы, международные встречи и тренинги. На арктической выставке Арктический университет. Именно он теперь объединяет крупные вузы. Государственный гуманитарный университет, Кольский филиал Петрозаводского государственного университета, Хибинский технический колледж. Информационные стенды представляют студенты. Три года назад они поступали в один вуз, а получат диплом совсем другого, известного на всю страну Арктического университета. Я считаю, что это очень престижно, что у нас теперь будет один университет в Мурманске, который будет охватывать всех студентов, и это будет как одна большая семья. Отдельное место в арктической экспозиции занимает Мурманский морской торговый порт. Одно из звеньев логистической цепочки арктических перевозок. Мы на сегодняшний день, уже сегодня, за 2015 год, как Мурманский торговый порт, обеспечили перевозку порядка 400 тысяч тонн грузов разных, и навалочных, и генеральных, в направлении арктических проектов. Это, в первую очередь, строительство нового порта Сабета. И также и в будущем хотим оставаться именно тем связующим звеном и той базой обеспечения для будущих развитиев как шельфовых проектов, так и каких-то новых инфраструктурных проектов в Арктике. Задача арктической выставки, говорят представители власти, позиционировать Мурманскую область как территорию особого развития России. И здесь важна не только инвестиционная привлекательность, но и развитие региона как туристического центра. У жителей региона и гостей есть возможность ознакомиться, посмотреть экспонаты, посмотреть, чем богата Мурманскую область. Особенно это привлекательно в контексте развития туризма, горнолыжных курортов, потому что тоже будут пользоваться интересными спросами не только жителей региона, но и жителей соседних субъектов. Тем более, что для жителей других регионов Хибины становятся ближе. До Апатитов на самолете можно добраться из Череповца, Санкт-Петербурга и Москвы. А это рапорта до склонов всего 10 минут пути. Современные кабины примчат на вершину. Это кабина кресельного подъемника, который установлен у нас. Фирма Бортолет, швейцарская, единственная в России. Эти подъемники стоят во всей Европе. Мы первые в России, кто поставил такого вида подъемники. Можно за 14 минут от подножия горы до вершины доехать. Комфортно, тепло, а не с подогревом. В солнечные дни поднимается колпак и можно загорать. Лавазерский район зовет к себе. Представители власти туристического кластера говорят, что любители острых впечатлений с ветерком готовы умчать олени. Спросом пользуются и отдых спокойней, этнографические туры. Хорошего мало не бывает, поэтому чем лучше, тем лучше. А есть статистика, сколько туристов к вам приезжает за определенный период? Это очень большая тайна. Поэтому очень приличное количество. Я надеюсь, что мы будем расти в этом плане. В торжественной обстановке состоялось официальное открытие выставки. Выступления творческих коллективов предшествовали традиционному перерезанию ленточки. Выставка территории Арктики открыта. И продлится арктическая выставка до 19 ноября. В день завершения состоится тренинг для начинающих предпринимателей. Анастасия Карева, Родион Нестеров, телекомпания «Арктик-ТВ».